Необходимость контроля за стоками, сбрасываемыми в городскую систему водоотведения предприятиями, которые работают в сферах промышленного производства и общественного питания, меры по минимизации негативного влияния загрязняющих веществ на коммуникации, окружающую среду и здоровье людей. Эти вопросы обсуждали ученые-экологи, представители городских департаментов экологии и городского хозяйства, а также специалисты Инфоксводоканала в ходе круглого стола. В феврале 2018 года вступили в силу государственные правила приема сточных вод в систему центрального водоотведения и порядок определения размера платы за сверхнормативные сбросы. Они регламентируют допустимые концентрации загрязняющих веществ и предполагают установку локальных очистных сооружений определенными субъектами хозяйствования, в том числе и заведениями общественного питания. На основании государственных норм с учетом местных особенностей приема и очистки стоков были разработаны местные правила. На документ обработали специалисты государственного предприятия, научно-исследовательского и конструкторско-технологического института городского хозяйства. Мы разработчики загальнодержавных правил и порядка нарахования платы за дополнительные сбросы. А также за договором с Инфоксводоканалом мы рассчитывали допустимые концентрации, которые могут быть в стечных водах, которые скидаются в систему централизованного водоотведения города Одесса. Местные правила утверждены исполкомом горсовета, являются обязательными для всех субъектов хозяйствования. Об этом специалисты Инфоксводоканала рассказывают предпринимателям во время совместных рейдов. С каждым годом ситуация не улучшается, к сожалению, ухудшается. И вся наша работа направлена не на получение дополнительной прибыли, а на то, чтобы упредить и попросить бизнес, чтобы вот эти все работы в профилактическом режиме выполнялись системно, правильно, понятно, до того, как мы приходим. В ходе рейдов превышение концентрации загрязняющих веществ, в том числе жиров, в канализационных выпусках было выявлено практически во всех случаях. В некоторых заведениях общественного питания эти показатели критично высоки. Массовая концентрация жиров, допустимых, которые вызначены этими правилами, является 10 целых. При проверке одного из предприятий, чтобы просто принимали, насколько катастрофические эти цифры, по одной пробе эта цифра составляет 621, по другой пробе 272. То есть это в сотни раз больше. Высокая концентрация жиров сказывается на работе всей системы водоотведения. В отличие от других городов Украины, очищенные источные воды Одессы сбрасываются в море, потому на станциях Северная и Южная применяются только биологические методы очистки, существенный недостаток которого – чувствительность к составу и концентрации загрязняющих веществ. В очищении и обезвражении воды применяются биологические объекты, то есть бактерии, живые бактерии, которые потребляют вот эти вещества, которые находятся в той или иной концентрации в сточных водах. Мы должны их защитить от, скажем, предельной концентрации, которые приведут к их гибели. А восстановление этих бактерий, оно стоит, ну, очень дорого. На сегодняшний день локальными системами очистки оборудованы менее 20% заведений общественного питания. Предприниматели призывают не дожидаться визита сотрудников водоканала и заключить с предприятием специальный договор. Нужно приходить к нам на Королева 43А в контрольное наше подразделение со своими отборами проб и подписать долгосрочные контракты для того, чтобы ни у нас не было желания, возможности или необходимости приходить к бизнесу. И бизнес чувствовал себя достаточно комфортно на протяжении какого-то количества времени, достаточно долгого, повторюсь, до трех лет для того, чтобы привести свои локальные очистные сооружения в полное соответствие с законодательством. В соответствии с установленными правилами за сточными водами своих предприятий должны следить все субъекты хозяйства. Не говорят специалисты, это станет гарантией нормальной работы системы водоотведения города, поможет избежать аварий и негативной нагрузки на окружающую среду, а значит, обеспечить здоровье жителей и гостей нашего курортного города. Продолжение следует...